Здравствуйте! В эфире новости моей Удмуртии. Главное событие нашей республики в студии Марина Баль. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 500 высокотехнологичных операций за прошлый год. Все виды лучевого лечения и более точная ранняя диагностика. Как результат, смертность от злокачественных новообразований в республике пошла на спад. Есть опухоли, которые мы можем поставить сразу, это буквально несколько минут, может быть даже до минуты. И есть опухоли, которые в случае мы смотрим уже 10-15 и принимаем решение коллегиально, уже несколько врачей работают над одним случаем. Этот аппарат получили два месяца назад. Он помогает врачам поставить правильный диагноз и определить тип опухоли, ведь их несколько десятков тысяч. Раньше эти исследования проводили вручную. Аппарат делает 50 исследований всего за три часа и исключает человеческий фактор – вероятность ошибки. Новое эндоскопическое оборудование позволяет увеличить изображение и разглядеть даже небольшие патологические очаги. Когда я начинал работать в диспансере, у нас был один кабинет, скажем так. Один кабинетка координаторская, в том же кабинете мы проводили исследование желудочно-кишечного тракта, бронхиального дерева. И один еще маленький кабинетик был для исследования пустого кишечника. Буквально в конце прошлого года мы приехали на эти площади. Это бывшие операционные, то есть просторные помещения, теплые помещения, светлые, еще и много оборудования. Я очень доволен. Только на строительство пристроя к радиологическому отделению республика выделила почти 50 миллионов рублей. Деньги на ремонт, оборудование, лечение пациентов онкоцентр получил и из федерального центра по программе модернизации здравоохранения. Только за эти два года в здравоохранение Удмуртской республики выложено 6 миллиардов 300 миллионов рублей в год за 2012-2011 год. Это фантастические суммы, которых не было в последние 20 лет в новейшей истории. В этом году особое внимание уделят своевременной диагностике онкозаболеваний. В республике уже работает 46 первичных кабинетов, задача которых выявить болезнь на ранней стадии. Елена Реверчук, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Страшную статистику сегодня озвучили полицейские республики. В Удмуртии стремительно выросла пьяная подростковая преступность. Только в январе каждое третье преступление совершили дети в алкогольном угаре. В антилидерах – Воткинск, на втором месте – Завьяловский район, на третьем – Ленинский район – Ижевска. Полицейские смогли установить и торговые точки, где спиртное продавали несовершеннолетним. Всю информацию передали местным властям и теперь в МВД недоумевают, почему ни одна из названных территорий не предприняла никаких мер. Вызвать этого нерадивого руководителя торговой точки и поговорить хотя бы вот это, не говоря о том, что есть и аренды и прочие-прочие, лишения лицензий и так далее, и так далее. То есть здесь, в общем-то, можно говорить о многих формах воздействия. Но даже элементарные составления разговора, а не просто складывание в папку наших документов, для не знаю для чего, вот это вот я жду. Со своей стороны, в МВД приняли решение по каждому случаю задержание подростка в пьяном виде проводить комплексную проверку, выяснить, кто продал или налил алкоголь детям. Полицейские завели уже шесть уголовных дел на таких продавцов. По четырем из них сегодня вынесены обвинительные приговоры. Шокирующая новость пришла из Малопургинского района, из деревни Гожня. Многодетная мать, ей 40 лет, родив очередного малыша, тут же избавилась от него, рожала женщина дома. Сразу после родов данная женщина перерезала пуповину, поместила ребенка в ведро и вынесла его в подсобное помещение дома, то есть на холод, где спустя непродолжительный промежуток времени ребенок скончался. Это был пятый ребенок в семье. На время следствия женщину отпустили домой за совершенное преступление и грозит лишение свободы на срок 5 лет. В Жевске снова объявились телефонные мошенники. Их новой жертвой стала пенсионерка. В общем-то, не этому удивились полицейские. По их статистике, именно пожилые люди попадают на крючок обманщиков. В этот раз правоохранители удивились другому. Их шокировала сумма, которую бабушка отдала мошенникам. Почти миллион рублей. Елена Лебедева подробнее. Вечер. В квартире 81-летней пенсионерке раздается телефонный звонок. На линии якобы сын. Случилась беда. В пьяном состоянии сел за руль и насмерть сбил человека. Чтобы не сесть за решетку, нужны деньги. Говорит так сбивчиво и похоже. И помоги, чем можешь. Собери все, что и помоги. Я потом тебе заработаю, отработаю. Голос совершенно изменен, но похож тем, что когда мужчины выпивают или расстраиваются. Вот такое грубое. Дальше трубку берет якобы следователь и объясняет бабушке, чтобы та собрала как можно скорее деньги. И при этом оставалась на линии. О телефонном разговоре никто не должен был знать. Через час приходит курьер и пенсионерка отдает все свои сбережения. А это почти миллион рублей. Деньги выручила от продажи коллекционных книг, которые принадлежали ее покойному мужу. И только когда передала деньги, пенсионерка поняла, это были мошенники. Я звонил сыну, а он дома. Я говорю, Слав, тебя отпустили слезами. Мам, откуда отпустили? Я с работы давно пришел. Ну все, тут я рухнула. Звонившие используют определенные психологические способы воздействия на человека. Они не дают просто человеку прийти в себя, опомниться, оказывают определенное психологическое давление. Сейчас уже установлено. Звонок был из колонии в Самарской области. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи сейчас пытаются установить личность курьера. Предположительно, это был таксист. Список жертв телефонных мошенников в республике только растет. За два месяца этого года зафиксировано уже 37 фактов. В случае, если к вам поступают аналогичные звонки, чтобы их игнорировали, незамедлительно сообщали в МВД по Удмурской республике, дежурную часть, и связывали с близкими родственниками, в отношении которых сообщают ту или иную информацию, для того, чтобы опровергнуть ее. И еще полицейские напоминают горожанам, даже если тревожный звонок раздался, не стоит забывать, что дача взятки – это тоже преступление. Елена Лебедева, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И еще о тревожных звонках, вернее номерах, так называемые экстренные 01, 02, 03, 04 должны исчезнуть из телефонной памяти. Заменит их один, единый номер 112. Случится это в 2017 году, но жители Удмуртии уже сегодня по каждому поводу набирают эти три цифры. Почему в ответ на просьбу о помощи иногда получают отказ, разбиралась Оксана Худякова. В диспетчерскую службу пожарной охраны «Ижевская» ежедневно поступают сотни звонков, и только процентов 20 из них по адресу. В большинстве случаев приходится отвечать. Наберите 0, 33. Вызов бесплатный. 112 как единый номер всех экстренных служб жители республики стали воспринимать слишком преждевременно. Соответствующий закон президент страны подписал только на днях, дав 4 года на его исполнение. Сегодня отвечать за полицию, газовиков, медиков, МЧС не в состоянии. Служба 112 на сегодняшний день она не создана. Работают только оборудование операторов сотовой связи и оборудование Ростелеком, которые доводят любой сигнал абонента через свои узлы связи до диспетчера пожарной охраны. Диспетчер пожарной охраны примет сообщение, если есть техническая возможность, сможет соединить с диспетчером, соответственно, той службы, которую вы бы хотели услышать. А таких возможностей сегодня как раз и не хватает. Далеко не в каждом райцентре у пожарных есть многоканальная связь. И даже в Ижевске, где у диспетчеров есть 7 телефонных линий, задействовать их на левые звонки они просто не вправе. В случае пожара, когда исход решает каждая секунда, эти линии могут оказаться необходимыми, чтобы вызвать подмогу. Сообщение о пожаре поступает пожарную охрану муниципального образования. При необходимости подключаются еще другие службы города. Если нужно на пожар, выезжает полиция. Служба скорая медицинская 0-3 выезжает, если люди получают травмы, ожоги на пожарах, если есть пострадавшие. В неверном толковании номера 112 в республиканском управлении МЧС винят и недобросовестных рекламщиков. Они видели объявление, когда этот номер называли единым телефоном спасения. В ближайшее время спасатели собираются провести встречу с авторами таких объявлений. И объяснить, называть номер 112 единым еще очень рано. Чтобы он стал таким, еще предстоит немало работы. Оксана Хрюкова, Артем Пушин, телеканал «Моя Утмуртия». С 1 марта в российских школах начинается набор детей в первые классы. В этом году зачислять первоклашек будут по территориальному принципу, даже в самые элитные школы города. Подробнее Анастасия Редько. Четыре, пять. В том, что объем большого ведра вмещает несколько маленьких, подготовивших словом не убедить. Детям нужны доказательства. Без опытов и экспериментов в 242 детском саду не обходится ни одно занятие. А так здесь играют в школу. Все как на настоящем уроке. Парты, тетради, задачи. Такой формат, считают воспитатели. В будущем поможет детям быстрее адаптироваться к школе. Я хожу пока на подготовительные курсы. Мы учимся там читать. И занимаемся по каждой тетрадке. Там мы еще примеры решаем всякие. Складывать и вычитать, уметь читать и писать для поступления в первый класс – это не критерия. Результаты тестирования не могут стать причиной отказа в приеме ребенка, даже если он не знает букв. Это нарушение закона. А в прошлом году российские власти и вовсе отменили деление школ на рядовые и престижные гимназии для начальных классов. Теперь в первоклассники должны брать всех детей, которые имеют прописку на территории, закрепленной за учреждением, независимо от его статуса. Закрепление территории за образовательными учреждениями прежде всего в сохранении здоровья ребенку. То есть для того, чтобы школа была расположена недалеко от места проживания. 89-й предполагает 2 марта. В этот день стартует прием заявлений «Будет нервным». Количество желающих записать в эту школу своего ребенка традиционно превышает количество возможных мест. Теперь в законном приоритете дети с пропиской, это понятно, говорят педагоги, но вот сложности могут возникнуть у тех, чья прописка не совпадает с местом фактического проживания. Есть, конечно, и такое, что дети, например, прописаны наоборот не на нашей территории, прописаны у бабушек, у тех же, у дедушек в металлурге или на автозаводе, а проживают здесь, может быть, в рядочном соседнем доме. В те годы мы, конечно, смотрели и паспорт родителей прописку. И если ребенок даже зарегистрирован в другом месте, а родители проживают здесь, и он проживает, соответственно, с родителями, то мы таких детей принимали. Впрочем, у детей из других микрорайонов все-таки есть шанс быть зачисленными в желаемую школу, но только при наличии свободных мест. С ними будет ясно ближе к августу, тогда и начнут принимать заявления от родителей первоклассников, которые не закреплены за территорией образовательного учреждения. Анастасия Редько, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Кстати, для первоклассников и не только. Для них в этом году в Удмуртии построят 10 новых школ. Об этом сегодня президент республики говорил на коллегии Министерства образования. Актуальный вопрос – зарплата учителей. Александр Волков заверил педагогов, что к концу года она вырастет до 20 тысяч рублей. Итоги модернизации отрасли подвел министр образования. Из заметных достижений за прошедший год в школах республики серьезно обновилась оргтехника для занятий, приобрели около 5 тысяч компьютеров. Кроме того, каждая школа получила по комплекту учебно-лабораторного оборудования для начальной школы. А у Ижевских школьников, увлеченных единоборствами, появится свой центр спортивной подготовки. Его откроют в здании бывшего кинотеатра «Аврора». Он находится в Октябрьском районе города. Какие еще изменения увидят его жители и как преобразится центр Ижевска, об этом говорили на собрании «Актива». Центральная площадь как лицо города. И если глаза уже в порядке, верхняя часть площади выглядит презентабельно, то над улыбкой нижней частью еще придется потрудиться. Капитальный ремонт между кинотеатром «Россия» и ДК «Металлург» запланировали на это лето. Строители заменят тротуарную плитку, плюс ко всему горожане увидят обновленный фонтан. У фонтана будет новый внешний облик, также он сейчас находится в проработке. Я не могу сказать, будет ли в нем музыка. То есть, то, что там будет переменная игра вот этих струй, это, наверное, будет точно. Будет подсветка у него. Будет ли музыка, это еще вопрос. Зато никаких вопросов с тем, где проложить велодорожки. Уже к осени они появятся на основных городских магистралях. Документацию чиновники подготовят на днях. И как только сойдет снег, дорожники приступят к работам. Задача на этот год для городских служб проложить велодорожки по улице Кирова, на участке от Горького до Удмуртской. Тротуар, который сегодня там есть, он должен уменьшаться. То есть, пешеходная составляющая этого участка, она должна остаться в неизменном виде. Велодорожка должна пройти рядом, либо в зеленой зоне, либо каким-то образом, как-то пересечением, тут уже вопрос именно проектировщикам. Но так, чтобы было это удобно и для самих велосипедистов, и это никаким образом не влияло на безопасность движения уже самих пешеходов. Помимо велосипедных дорожек, город не должен забывать и про автомобилистов. Республика на ремонт дорог выделяет колоссальные средства. Об этом уже заявил президент республики на собрании актива Октябрьского района. Формируется уже дорожный фонд, и вот мы из дорожного фонда в этом году такие солидные финансовые ресурсы городу Ижевску выделили. 700 миллионов рублей в этом году мы выделяем городу на ремонт дорог, и это 550 и 150 на ремонт дворовых территорий. А для спортсменов, отметил глава республики, уже через пару лет на базе бывшего кинотеатра «Аврора» будет открыт центр единоборств. Усилить работу с молодежью – это главное требование Александра Волкова к администрации Октябрьского района. Президент поставил задачу – проверить все ночные клубы и навести в сфере организации досуга порядок. Елена Лебедева, Александр Шарабоков, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Сильный порывистый ветер и метель бушевали сегодня в Удмуртии почти весь день. Непогода принесла в республику и резкое похолодание. Уже этой ночью минус 20, а по северу и до минус 25. Морозные ночи задержатся в республике до выходных. Днем будет теплее, до минус 8, но все равно по зимнему снежно. К нам приближается новый циклон с северо-запада и опять осадки во второй половине дня. До пятого числа досны нет. Днем солнце будет светить и то будет греть. Минус 3, минус 5 градусов. Все равно будет температура за счет солнца. Осадков у нас третьего и четвертого числа нет. Так что за счет солнца, да, мы можем прогреться. Далее новости спорта. У меня все. Хорошего вечера. До свидания.